Вот и наступил этот долгожданный момент – разрезание красной ленточки. Детская площадка «Эко-городок» на улице Говорова теперь официально открыта. Площадь игрового комплекса составляет 450 квадратных метров. На территории площадки уложено специальное резиновое покрытие для предотвращения травматизма. Здесь есть игровые элементы для детей разных возрастных групп. Для тех, кто постарше, смогут заниматься на специально выделенной зоне для воркаута. Дети помладше с удовольствием штурмуют канатные лестницы и справляются с ними на отлично. Я гуляю на этой площадке каждый день. А что тебе здесь больше всего нравится? Все. Все? А сейчас ты куда летишь? На горку. У тебя получается забраться по этой штурме? Да. Да? Покажешь нам? Да. Давай. В Одинцовском районе устанавливаются площадки с пятью различными тематиками. Анжела Пухова отметила, что на следующий год вместе с жителями будут разработаны еще два новых стиля и цветовых варианта. Разрешите мне по поручению нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева открыть для вас такую замечательную детскую площадку. Дал он нам поручение. И мы министерство ЖКХ совместно с администрацией выполнили его. Я надеюсь, что дети, вы будете очень бережно относиться к этой площадке. Я надеюсь, что она вам очень нравится. Нравится ли площадка ваша? Да. А хотите еще такие площадки? Да. По мнению почетных гостей, площадка построена качественно. На ней будет комфортно находиться как детям, так и их родителям. У нас программа губернатора идет, развивается активно. Мы в этом году построили семь площадок по губернаторской программе. Шесть из них в городе Одинцово и одна в Кубинке. Площадки выполнены очень качественно. Разделены зоны. Мы постарались сделать такие городки для детей различного возраста, а также для того, чтобы могли комфортно находиться здесь родители и люди старшего поколения. Обычно это бабушки, дедушки, которые смотрят за маленькими детьми. Андрей Иванов добавил, что игровые комплексы соответствуют всем современным стандартам и отвечают требованиям безопасности. Детский комплекс «Экогородок» в скором времени будет оборудован камерами видеонаблюдения и заведен в систему «Безопасный регион». Мила Тарасевич, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».